Нет, я не дам тебе ничего. Я выгляжу так, будто мне что-то надо. Все чего-нибудь хотят. Обычно денег. Ты один из парней Дона? А от тебя ничего не укроется, правда? Так что же здесь происходит? Ничего особенного. У меня связаны руки, пока эти проклятые белые мантии не спускают с меня глаз. Почему белые мантии следят за тобой? Потому что они знают, что я их ненавижу. И они считают меня вором. А ты вор? Конечно, нет. Раньше я даже предлагал защиту торговцам. Чтобы тебе за нее платили? Так делают дела. А теперь... Теперь Карлос только и ждет повода, чтобы вышвырнуть меня из города. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Я мог бы помочь тебе. Ха! Как же? Позволь присоединиться к тебе. Я буду на тебя работать. Зачем? Почему я должен доверять тебе? В этом городе полно шпионов и осведомителей. Потому что ты найдешь и выпотрошишь меня, если я тебя подведу. Ты представляешь, во что ввязываешься? Дон Эстебан ненавидит тех, кто его обманывает. И я тоже. Я мог бы работать на тебя. Здесь квартал Толстосумов. Здесь нельзя вот так запросто ходить от двери к двери, собирая деньги за защиту. Проклятые белые мантии повсюду, и они все видят. Итак, что делать? Прежде чем я покажу тебе свои приемы, ты должен сделать кое-что для меня. Что тебе нужно? Дон Эстебан контролирует торговлю брюглом на острове. Урожай собирает алхимик Леонардо. Затем гард, помощник алхимика, приносит его нам. Но в последнее время часть товара стала пропадать. То есть его кто-то забирает. Ты подозреваешь кого-нибудь? Гарда. Я думаю, гард стоит за этим. Почему ты не накажешь его? Нельзя рисковать. Белые мантии могут узнать. И хотя гард трус, я не уверен, что побои заставят его заговорить. Как товар попадает в город? Тебе этого знать не нужно. А что, если товар пропадает по пути сюда? Нет. Леонардо все получает в целости и сохранности. И что мне нужно расследовать? Гард слишком туп, чтобы провернуть такое дельце. Кто-то платит ему за это. Ты проследишь за гардом, когда он будет доставлять пакеты с травой. И когда он встретится со своим напарником, ты нападешь на них. Я должен сделать это в одиночку? Я бы с радостью вместе с тобой переломал их жалкие кости, но проклятые белые мантии не спускают с меня глаз. Я прослежу за гардом. Хорошо. Гард работает на той стороне, в доме алхимика. Встань рядом со мной или сзади, чтобы он не заметил тебя. Он довольно нервный. Я готов проследить за гардом. Гард выходит. Отпусти его. Дай ему уйти чуть вперед. А теперь за ним. Держись на расстоянии, но не упускай его из виду. Пойдет что-то не так, возвращайся. Ясно? Держись на расстоянии. Держись на расстоянии. Держись на расстоянии. Эй, красавчик. Сделаем из тебя настоящего мужчину. Отведаешь Лили, никогда в жизни не забудешь. Спасибо. Не интересует. Ну ладно. Когда у тебя последний раз под боком было теплое тело? Я сказал спасибо, не интересует Что тут непонятного? Ну ладно, ладно Попробовать уже нельзя Чёрт побери, чего тебе надо? Ты за мной следил? Это было не так и трудно Эй, ты Да, ты Да я видел тебя тут, суёшь везде свой нос Людям не нравится, когда в их дела кто-то постоянно сует свой нос А тем, кто сует, всегда попадает Верни свёрток, который взял Ты точно хочешь это сделать? Абсолютно Тогда ты не оставляешь мне выбора? Гард, взять его! Заткни его, поганый рот Наступило время преподать себе урок Субтитры добавил DimaTorzok Достойный мой Голова кружится Кто-то должен прекратить это Это не должно было случиться Это не должно было случиться Сейчас начнутся проблемы Это было хорошее сражение Конечно Давай-ка, расскажи, как было дело Это всё из-за катера Это он меня заставил Так всё и было Он хотел, чтобы я ему отложил травки Совсем немного Что он тебе дал за это? Мясо И золота немножко, но совсем мало И уже ничего не осталось Только Карлосу не говори Я не могу вкалывать в монастыре Характером не гожусь А ещё я аллергик А ну убирайся отсюда Спасибо Теперь поговори Слушай, я не хотел наступать Дону на хвост Ты спёр его травку Да ты просто раздавил его хвост Я не собирался продавать это в Харбортауне Тогда где? Только, ну, только в монастыре Они все там любят брюгал Что-нибудь ещё? Они богаты Кучи золота И всё, что они надыбали в руинах Кто ещё замешан в контрабанде брюгла? Я один И я должен в это поверить Верь во что хочешь Я ищу Дойла Дойла? Давно уже его не видел Он у меня был хорошим клиентом В смысле, он тут рыбу покупал Больше одного раза По мне так это хорошо Может быть, ты освежишь мою память А? Где Дойл? Последний раз я слышал, что он живёт вместе с Костой Но его уж очень давно в трущобах не видели Может, он почему-то решил спрятаться? Тут странные вещи творятся Я нашёл покупателя Ника купит твою лавку Что? Он с ума сошёл? Ну ладно, мне же легче Спасибо тебе, что ты нашёл покупателя Вот эту ракушку я нашёл в ящике с рыбой Может, тебе пригодится И что ты теперь будешь делать без рыбы? Я пойду к Петти По пути захвачу денежки Нико А потом напьюсь Ох, как же я напьюсь Я принёс немного мяса для нуждающихся Правда? Флавио сказал, что ты можешь его использовать Ещё бы Здесь столько беженцев Изгнанных из родных мест Со зданиями из храмов, доном У нас здесь есть даже беженцы с других островов Если мы хотим обо всех позаботиться Нам потребуется помощь Я нашёл угол для Марты Жены фермера Ты хороший человек Если бы все люди в этом городе Были столь же внимательны к ближнему своему Вот, у меня кое-что есть для тебя Да светит твой путь священный огонь Я раздал лечебное зелье всем людям Указанным в твоём списке Отлично Если он даёт добро Тебе нужно снискать расположение коменданта Карлоса Удачи тебе, друг мой Я насчёт взлома А что украли? Мои шкуры Если бы не это, я бы мог и дальше заниматься своим делом Надо было слушаться отца и отправляться в море Это уберегло бы меня от многих бед Кто был здесь в день взлома? Да всё как обычно Рабочие хотели предложить мне свои услуги Как будто у меня осталось золото Кто ещё? Павел был здесь весь день В конце концов, он работает на меня И Василий хотел продать мне пиво из таверны А потом припёрся Дойл Рыбу свою продавал Но я его прогнал отсюда Вот и всё Мясо есть у мастера Белшвура Он его раздаёт Прекрасно Вот возьмите снадобья Жизнь здесь бывает опасна Всегда пригодится любая помощь Нечего глазеть на мои вещи Тебя видели в одном из домов, которые обокрали Честно говоря, я больше, чем в одном доме побывал И что же, я теперь вор? Посмотрим Отлично Я беру её Вот Приятно иметь с тобой дело Осторожно Не показывай её первому встречному Инквизиция и парни Доны Были бы рады наложить на неё лапы Но я не уверен, что они не шарахнут меня по голове После того, как заполучат её Я ищу Дойла Кого? Дойла? Никогда его тут не встречал Он рыбой торгует Ну, он не на меня торгует, это точно Может, тебе и Филуса спросить? Я говорил с Родригесом Он думает, что ты стоишь за взломом Он пытается подставить меня Он меня ненавидит Всегда ненавидел Неизвестно почему Родригес считает, что ты используешь шпиона Чтобы проверять потенциально интересные дома Он так считает? У тебя есть шпион? Как ты думаешь? Кто он? Ну, разумеется, нет С какой стати? Но если ты найдёшь шпиона Поговори со мной Прежде чем поговоришь с Родригесом Возможно, никому не придётся рисковать Гард работал с Каттером С Каттером? Мы ему платим, чтобы можно было спокойно работать А он у нас ворует Да это сволочь Болотников сосать будет, если понадеется денег высосать А что наша травка? Пакеты были при нём Нам нужна травка Что я получу, если принесу тебе травку? Деньги Всё завязано на них Принеси мне то, что я хочу И я покажу тебе, как разлучать богатых торгашей с их имуществом Это всё? Мы готовы доверять тебе ещё больше Стражник Марчелло Вознамерился поймать меня Назойливая свинья Нельзя, чтобы он заполучил травку Что произойдёт, если травка достанется Марчелло? Мерзкая скотина будет преследовать меня вечно Все в городе знают, что мы торгуем травкой А если у него появятся доказательства Марчелло будет кружить надо мной, как комар Мерзкая мысль Вот почему тебе придётся найти травку И принести её мне Вот твоя травка Молодец! Ты заработал целую кучу золота Расскажи мне, как потрошить торговцев Ладно Есть два достойных объекта Конрад, торговец Он покупает у фермеров и продаёт потом с большой выгодой И есть Альваро Торговец оружием Поскольку на него работает единственный кузнец в городе Он навязывает свои цены на оружие Как мне собрать денег с обоих торгашей? Для начала осмотрись Поговори с ними Прикупи у них что-нибудь Тебе нужно выяснить, чем они там заняты Какие у них проблемы В чём слабости А узнав слабости Мы обратим их против них самих КОНЕЦ 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 КОНЕЦ